От трагедии Леру спасли подоспевшие прохожие, усадили на скамейку возле остановки и попытались вызвать скорую. В ожидании приезда медиков неожиданно появился тот самый незнакомец. Ни его имени, ни возраста девушка не знает, а ведь он в буквальном смысле носил ее на руках. Он привез меня в приемный покой из машины, также он меня взял на руки, принес, также посадил меня с рук, помог с документами все оформить, то что у меня врач принял, у него свечи в гардероб, ну а потом как бы я позвонила подруге, подруга ко мне пришла, но в суете я не успела взять номер этого мужчины или даже машину не запомнила, чтобы потом его как-то облагодарить. Чтобы найти неравнодушного прохожего, Лера разместила пост в соцсетях. Среди пользователей оказался один из участников тех событий. С молодым человеком, который первым пришел на помощь, девушка до сих пор поддерживает связь, при этом не теряет надежды сказать спасибо также второму мужчине и уже готовит подарок на 23 февраля. Так просто оставлять тоже. Сейчас тем более, мне кажется, мало таких людей, которые такие взывчивые, чтобы вот так вот. К другому просто поднять. А тут даже до больницы довезли. В итоге поход за шоколадкой обернулся для Челябинки переломом ноги со смещением. Окончательно распрощаться с гипсом Лера сможет не раньше, чем через две недели. Теперь пострадавшая надеется, что огласка истории привлечет внимание еще и коммунальщиков. Еще хотелось бы сказать о том, чтобы дорожные службы позаботились о наших дорогах, потому что не я одна такая. Хожу также пожилые люди, ветераны и маленькие дети, которые также могут поскользнуться и упасть. А еще не дай бог на дороге, что очень плохо и не хотелось бы, чтобы повторялись такие случаи. Мила Янкина, Владислав Котегов, СТС, Челябинск.